Сегодня у нас особый день, он связан с детьми, поэтому, размышляя над тем, какую проповедь говорить, нельзя обойти тему воспитания детей. Я и для взрослых приготовил несколько историй. Вы знаете, вообще все, что связано с детками, особенно с маленькими, вызывает в какой-то мере юмор. Я думаю, что кто помнит своих малышей, когда они росли, они и интересные слова говорили, и интересно реагировали на разные ситуации. Вот одна история. Трехлетняя девочка протягивает своему папе грушу и просит, папа, поешь. Папа благодарит свою дочку, берет из рук грушу и начинает его есть. Но смотрит на реакцию девочки и просто не удумевает. Она смотрит такими растерянными глазами, даже обиженными и говорит, папа, поешь. Папа не понимает, что просит его девочка, начинает еще активнее есть эту грушу. Но тут у девочки вообще слезы в глазах. Папа не понимает, что говорит, да что ты хочешь, в конце концов, я же ем. И тут это беззубое создание говорит своему папе, «Папа, пожалуйста, возьми нос, поешь грушу для меня». Вот такие иногда бывают удивительные эти дети. И не всегда мы их понимаем, но они приносят нам много радости. Однажды жена пастора стояла в дверях и слушала, как семилетний ее сын ссорился со своим лучшим другом. Когда же было видно, что никто не готов выступать в этой ссоре, мама услышала слова своего сына, который сказал так, «Федя, один из нас должен поступить по-христиански. И это должен сделать ты». Вот такие бывают наши дети. Вообще, когда мы говорим о наших детях, важно обратить внимание о том, что Бог на нас возложил самую большую миссию. Это воспитать их для себя, для Господа. И когда мы говорим о воспитании, то воспитание, мы с вами прекрасно понимаем, слова практически имеют очень малое значение в воспитании. Мы, наоборот, много говорим, чтобы их воспитывать. А они больше воспитываются на том, что видят. Интересно, что так действует и Бог. Посмотрите на детскую Библию. Я вспоминаю своих маленьких детей, брал синюю, эту заветную Библию библейского общества. Открывали, мы смотрели библейские истории. Посмотрите, на каждой истории мы видим немного слов в детских Библиях. Но видим определенные действия Бога. Бог обращает внимание не на слова, а на то, что Он делает в жизни людей. Посмотрите, первая глава. Бог создает мир. Посмотрите, вторая глава. Бог создает человека. Посмотрите, шестая глава. Бог спасает Ноя. Посмотрите, двенадцатая глава. Бог вызывает Авраама и направляет его в землю обетованную. Бог вступает с ним в завет. Посмотрите, история об Иосифе. Это Бог спасает потомков Авраама от голода. Посмотрите на историю с Моисея. Бог спасает свой народ из Египта. Действия Бога. Посмотрите на историю о Давиде, когда мы читаем. Мы восхищаемся Голиафом, юношей, который пятью камешками смог преодолеть этого огромного война. Но на самом деле это история о том, как Бог поставил царя, защитил свой народ от разных врагов. Посмотрите, история Навуходоносора. Бог судит свой народ. Через отступление, через падение, разрушение Иерусалима. Бог судит свой народ. Когда мы с вами читаем историю о Кире, это Бог освобождает свой народ из рабства Вавилонского. Когда же мы с вами листаем повествование или Евангелие, жизнь Иисуса Христа, то мы видим, что Бог являет Себя народу. Бог являет Свою любовь к людям. Открывает Себя в Иисусе Христе. Бог спасает и Бог возвратится для того, чтобы спасти нас из этого греховного мира. Тема нашей проповеди. Бог действует. Главный момент воспитания. Не только то, что мы говорим, а то, что мы делаем. И что Бог делает для того, чтобы нас воспитать, а мы могли воспитать своих детей. Отклик человека. Как правило, человек реагирует на поступки. Наша реакция – это реакция на ответные действия нашего Господа. Посмотрите на заповеди Господни. Когда мы с вами откроем 10 заповедей, мы с вами их хорошо очень знаем. Посмотрите, как действует Господь. Первое, с чего начинаются заповеди Господни – с действия Бога. Не просто со слов «делай это, делай это», а начинается с чего? 20 глава, и мы читаем с 1 стиха. Изрек Бог все слова сии, говоря, «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской и из дома рабства твоего». Что я сделал? С чего начинаются 10 заповедей? Нравственный, моральный закон, фундамент, на котором мы строим свою жизнь и воспитываем наших детей. С чего начинается? С действия Бога. Чтобы вы меня слушали, прислушивались к моим заповедям, посмотрите, что я делаю. А я вывел вас из египетского рабства. Послушанием заповедям Господним – это отклик на поступки Бога по отношению к нам. Давайте себе запомню эту фразу. Наше послушание, желание, чтобы дети были послушны Богу, у них должен родиться отклик на действия Бога по отношению к нам. Посмотрите на Иисуса. Иисус показывает нам, что Он все делает так, как говорил Ему Отец. Он подражает Своему Отцу. Когда фарисеи обвиняли Его в том, что Он нарушает субботу, посмотрите, как Христос отвечал им. Евангелие Таана, 5 глава, и мы читаем 16 стиха. «И стали иудеи гнать Иисуса, искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу». А 17 стих, обратите внимание. «Иисус же говорил им, Отец Мой, да ныне что? Делает! И Я делаю». Если вы не понимаете заповеди, посмотрите, что делает Бог. И Иисус говорит, Я делаю то, что делает Он. Вы неправильно воспитались перед Богом. У вас много заповедей и правил, но вы не делаете того, что делает Господь. И ниже. И еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим назвал Бога, делая себя равным Богу. И теперь 19 стих. «На это Иисус сказал, истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, ибо если что, не увидит Отца у Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же». Итак, вы замечаете, главный момент воспитания у Бога. Ты должен увидеть, увидеть у Бога, что делает Бог, и повторять. И то же самое должны делать дети. Они должны не только слышать, не делай, не садись, не нарушай. Они должны увидеть, что делают родители, которые подражают Господу. Обратите внимание на принцип, который был у Древнего Израиля. Книга Второзакония. Давайте мы с вами откроем. Книга Второзакония. И прочитаем 6 главу. С 20 стиха. «Если спросит у тебя Сын твой, в последующее время говоря, что значат сие уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь Бог ваш? Что означают эти заповеди?» Вот вопрос у ребенка. Что означают эти заповеди? Почему мы их должны соблюдать? «То скажи Сыну твоему». А посмотрите, как он отвечает. Как далеко он заходит. Мы бы сказали, нужно соблюдать, потому что так сказал Бог. Посмотрите принцип. «Рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкою. И явил Господь знамение и чудеса великие, и казнь над Египтом, над фараоном, и над всем домом его пред глазами нашими. И нас вывел оттуда, чтобы ввести нас и дать нам землю, которую клялся отцам нашим дать нам. И заповедал нам Господь исполнять все постановления, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо нам было во все дни, дабы сохранять нашу жизнь, как и теперь. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все заповеди пред лицом Господа Бога нашего». Вы обратили внимание, какой принцип, с чего он начинается? «Бог нас вывел из Египта. Мы были рабами. Бог сделал чудеса. И поэтому сказал этот Бог, соблюдайте мои заповеди». Замечаете? У Бога идет действие, а потом идет повеление. Это важно запомнить для нас. Отклик на деяние Бога – это наше поклонение Богу. Это послушание Его слову и Его заповедям. Ключевое слово, которое мы смотрим в законе Божьем, это слово «помни». Зачем мы должны помнить? Мы должны помнить, что поклонение должно быть истинным, и поклонение должно быть постоянно. То есть суть поклонения Божьим заповедям в том, чтобы я не забывал истину, правду и постоянно пребывал в ней. В центре четвертой заповеди звучит слово «помни». Что должны были помнить иудеи? Они должны были помнить, что Бог создал мир за шесть дней и поэтому повелел всем, что делать? Подражать Богу, поклоняться Богу в тот день, который Он почил и отдыхал. Принцип – делайте так, как повелел нам Господь. Как помнить? В книге «Второзаконие» Давайте мы опять вернемся к этой книге. В шестой главе мы с вами читаем также еще интересный принцип. Как дети должны были запоминать, что важно помнить, что Бог живой и действенный. Что Он не просто на картинке. В книге у нас нарисован где-то, да? Как они должны были помнить, что Бог действительно существует? Посмотрите шестая глава, и мы с вами читаем четвертого стиха. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душей твоей и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. Внушай их детям твоим, говори об них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая, и навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими». Интересно, даже дети должны видеть, что ты поклоняешься Богу. Должен был повязать специальную повязку на лоб или на руку, где будет записано Божье Слово. И праведный у идеи всегда, когда молился, совершал этот ритуал, одевался. И дети должны были это видеть. Отец поклоняется Богу, и они должны будут поклоняться так же, как их отец. Посмотрите на 12 стих. «Тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской и из дома рабства». Если ты не будешь детям это внушать и говорить, ожидай, что дети забудут живого Бога, и ты можешь забыть. Поэтому постоянно звучит эта фраза «Помни, что делает Бог». Когда охладевает наша вера? Когда мы начинаем забывать, какой могущественный Бог, как Он спас нас. Когда начинаем мы не ценить то спасение, которое для нас делал Господь. Когда мы начинаем забывать, что мы были грешными, а Иисус ввел нас в Царство Света. Тогда вера угасает. Мы не взираем на нашего Спасителя. И действительно, и дети тогда не взирают, потому что не видят в родителях продолжение этой веры. Есть интересный Псалом. Я хотел бы, чтобы мы вместе его открыли. Это Псалом 77. Псалом 77 интересен тем, что он продолжает идею этого принципа «Подражайте Богу, смотрите на Него и таким образом воспитывайтесь сами и воспитывайте своих детей». Давайте прочитаем с первого стиха. Псалом 77. «Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухом ваши к словам уст моих, отрекаю, открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказывали нам? Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему, славу Господу и силу его, и чудеса его, которые он сотворил». Замечаете? Что мы расскажем нашим детям? Расскажем то, что узнали мы от наших отцов. А что мы узнали и что мы расскажем нашим детям? Будем ли мы говорить только то, что можно, чего нельзя, заповедь на заповедь? Нет, мы будем говорить не только о заповедях, но будем говорить о чем? Церковь, о чем будем говорить нашим детям? о чудесах Бога, о Его силе, о Его славе. Говорит, мы будем говорить это нашим детям, чтобы они видели, и, видя Бога через эти чудеса, через эти опыты даже прошлого, в их сердце рождалась вера. Помните послание к Римуам, 10 глава, 17 стихе сказано, как вера от слышания, а слышание дети услышат, какой Бог. Дети должны слышать, какой Бог. Читаем дальше. «Чудеса Его, которые Он сотворил, Он постановил устав в Иакве и положил закон в Израиле, которым заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, чтобы они в свое время возвещали своим детям». Вы замечаете, как удивительно? Это как заповедь, как закон. «Рассказывай своим детям о Боге, о славе, о чудесах, о знамениях, чтобы они потом рассказали кому?» «Своим детям». И вот так вера от тебя передавалась твоим детям и твоим внукам, и твоим правнукам. Говори им, какой есть Господь. Посмотрите на следующие стихи, 7 и 8. «Возлагать надежду свою на Бога». Говори им, чтобы они возлагали надежду на Бога, чтобы вера пришла. «И не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его». Как Бог связал. Если мы перестаем видеть славу Божью, уходит вера, а после веры уходит послушание Божьим заповедям. Поэтому, чтобы вера возвратилась, «Рассказывай им о Боге и Его славных деяниях, делах. И не быть подобным от самых и роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу Духом Своим». Здесь он рассказывает о племени Ефрема, которые в свое время видели Божью славу. Колено Ефрема – одно из двенадцати, которое видело, как Бог изливал язвы на Египет, как они прошли через Черное море, как Бог поставил огненный столб и защитил их от фараонового войска, как Бог раскрыл море, они прошли, они все это видели, но потом перестали об этом говорить детям. Посмотрите внимательно на 9-10, с 9 по 11 стих. Что случилось с сынами Ефремовыми, когда они перестали говорить о делах Господних? «Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани». А почему? Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его. А почему? Забыли. Одиннадцатый стих, посмотрите. А почему все произошло? Почему сильные люди? Ефрема, ведь большой колено Ефрема было одно из самых больших колен в Израиле. Сильные люди, мужественные, с луками, со стрелами, в день битвы Господней бросили, убежали. Посмотрите, происходит. Бросили в битве, отказались от завета с Господом, перестали соблюдать заповеди, отреклись ходить в законе Господа и посмотреть одиннадцатый стих. Почему случилось, церковь? Забыли дела Его и чудеса Его, которым Он явил. Причина. Перестали смотреть на Бога. Забыли дела Его. И дальше, если вы будете читать этот псалом, он действительно большой. Господь начинает через псалмопевца Асафа напоминать Ефрему и вообще Израилю все Божьи чудеса и дела. По сути, как бы повторяется история израильского народа до Давида. И показан, почему Бог возвысил Давида. А потому что Давид не забыл деяния Господа. Почему Давид не побежал, не бросил меча. Почему он был успешен? Да потому что он взирал на Господа. На его поступки, на его дела. И тем самым укреплялся в вере. Как нам взирать на Господа? Как нам сейчас взирать на Господа? Смотрите на Божью природу. Вырывайтесь из больших городов. Хотя бы на немножко. Мы находимся в бетоне, и мы не видим чудес Господних. А ведь небеса что делает? Проповедует славу. Взирать на Бога можно в бетонном городе очень сложно. Только когда вы приходите в церковь, и вы слышите Божье Слово, таким образом вы поднимаете свои глаза к небесам. Но вырываетесь туда, где вы будете подниматься на холм или на гору, и говорить, «Вау, как здорово!» или видеть вечерний закат и говорить, «Как прекрасно!» или увидеть рассвет, «Какой величественный Господь!» Ведь все эти чувства у нас рождает природа и Бог, который влияет на нас. Мы говорим, «Как удивительно все создал Господь!» Каким образом мы еще можем взирать на Господа? Читайте Библию в свете деяний Бога. Обращайте на Его поступки, на то, что Он делает. В этом плане интересен Псалом 104. Давайте мы откроем Псалом 110 и прочитаем со второго стиха. «Велики дела Господни, вожделены для всех любящих Оны». Это Псалом хвалы. Псалмопевец наслаждается Богом, потому что восхищается Его делами. «Дело Его славы и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятами соделал Он чудеса свои, милости и щедр Господь. Пищу дает боящимся Его, вечно помнит завет свой. Силу дел своих явил Он народу своему, чтобы дать Ему наследие язычников». Он восхищается Богом, потому что видит Его поступки и деяния. Читайте Библию в слух. Это также помогает нам видеть Господа. Читайте Библию в слух вместе со своими детьми. Им в Библии показывайте действенного Бога. Читайте детям библейские истории и жизненные истории, которые прославляют нашего Господа. Читайте с нашими детьми, со своими и с нашими детьми. Читайте удивительные опыты, которые совершает Бог в жизни тех или иных праведных людей. Слушайте Библию. Наполняйтесь Божьим Словом. Чаще поднимайте свой взгляд веры на Голгофу, как это делал апостол Павел. Давайте откроем послание к евреям. 12 глава. И с вами посмотрим на опыт Павла. 12 глава, и мы читаем со 2 по 3 стих. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание, от грешников, дабы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим». Опыт Павла. Он говорит, взирайте на начальника и совершителя веры. Каким образом? Размышляйте о нем. Размышляйте о Голгофе. Прекрасная христианская писательница Эллиан Уайт в книге «Желания веков» дает такой нам совет родителям, и не только молодым и старшим. Всем нам было бы очень полезно каждый день проводить один час размышления о жизни Христа. Мы должны изучать ее во всех деталях, представляя себе каждый эпизод, а особенно заключительные события. Итак, если мы сосредоточим свое внимание на его великой жертве для нас, а что такое жертва? Это действие, поступок Бога, поступок Иисуса. Итак, если мы сосредоточим свое внимание на его великой жертве за нас, то наше доверие к Нему будет постоянным. Наша любовь живой, и мы глубоко проникнемся Его Духом. Если мы хотим, наконец, быть спасенными, то должны научиться покаянию и смирению подножия Христа. В ответ на действие Бога, которым мы размышляем о смерти, о страдании Иисуса, у нас родится ответное действие – прийти к подножию Христа, покаяться, исповедаться. Мы наполнимся Его Духом, мы изменимся, и мы сможем об этом говорить нашим детям. Пойте и хвалите Господа. Это также помогает нам взирать на нашего Господа. Говорите о Боге, говорите об Иисусе. В этой же книге, в этой же главе она пишет, «Когда мы собираемся вместе, мы можем быть благословением друг для друга. Если мы принадлежим Христу, то наши самые желанные помышления будут о Нем. Мы с радостью будем беседовать о Нем. И когда мы будем говорить друг другу о Его любви, наши сердца смягчатся под божественным влиянием. Созерцая Его совершенство, мы преображаемся в тот же образ от славы в славу». Как созерцать Господа? Говорить о Нем, размышлять о Нем, детям говорить об Иисусе. И тем самым мы будем наполняться Его Духом. Вывешивайте в ваших комнатах христианские календари, плакаты. Пусть библейские стихи будут наполнять ваш дом. Смотрите христианские фильмы, фильмы о библейских героях, об Иисусе. Слушайте христианскую музыку. Все это наполняет наше сердце. Мы входим в присутствие Господа. И, наверное, самый важный момент. Свидетельствуйте об Иисусе своим детям и окружающим. «Если ваше сердце наполнено Господом, вы не сможете молчать». В одном городе жил мальчик, который был слепой от рождения. Ему сделали операции на глаза. И он прозрел. Когда он увидел зеленый сад, синее небо, яркое солнце, он воскликнул. «Мама, почему ты мне раньше не говорила, что мир так прекрасен?» Мама заплакала и сказала, «Я старалась объяснить, но ты не мог этого понять». Мы можем многое детям говорить, что правильно, а что можно, чего нельзя, но они должны пережить личный опыт с Богом. У них должны открыться глаза на этот мир, и они должны его увидеть глазами Иисуса. А для этого мы, родители, должны сами прозреть и увидеть, что Иисус – это самая большая ценность и самая большая наша радость. И к этому подвести наших детей, чтобы и они прозрели. Покажите Бога, Он живой и действенный. Покажите Его славу и чудеса. Покажите, как Он нас любит и какую цену Он заплатил, чтобы мы были с Ним. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Святой Господь и Бог, мы благодарим Тебя за наших детей, мы благодарим Тебя за нашу молодежь, мы благодарны, Господь, что Церковь наполняется их голосами, их присутствием. И мы просим, Господи, прости, когда за правилами, постановлениями, назиданиями, нравоучениями мы не показываем Тебя, Господи. Мы не показываем Тебя и не приводим их к восхищению Тобою. Господь, прости и благослови, чтобы в сердце каждого родителя открылись глаза на Иисуса, чтобы они прозрели и увидели Тебя и с восторгом показали Тебя своим детям. Благослови. Во имя Иисуса мы просим. Аминь.